Как увеличить нефтеотдачу? Ответ прозвучал на международной конференции каталитическое обновление тяжелой нефти. Это новое направление нефтехимии, в котором Казанский университет занимает лидирующие позиции в России и в мире. Всероссийская акция «Время карьеры. Знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке». Это карьерные события, карьерные мероприятия, которые собирают в себе большое количество блоков и площадок. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Александра Шестакова. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым находится с рабочим визитом в Каире. В рамках деловой поездки запланировано посещение ряда университетов и исследовательских центров. В частности, сегодня ректор и другие члены делегации посетили медицинский факультет МТА. Стороны обсудили возможность создания и реализации совместных образовательных программ по направлениям медицины. В завершении дня Казанский федеральный университет и Хилуанский университет подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. На площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета проходит Международная конференция каталитической обновления тяжелой нефти. Подробности смотрите далее. Международная конференция каталитической обновления тяжелой нефти проходит в стенах университета впервые. Партнерами мероприятия выступили компания «Зарубежнефть» и Российский научный фонд. На конференции представители Казанского университета рассказали о результатах передовых исследований. Это новое направление нефтехимии, в котором Казанский университет занимает лидирующие позиции в России и в мире. Нашими коллективами, несколькими лабораториями разработаны принципиально новые реагенты для повышения нефтеатачи, так называемый катализатор эквотермолиза. К участию в конференции приглашены профессора университетов Китая, Ирана, Индии, Кувейте, Мексики, Венесуэлы, Кореи, Индии, Ирана. В первый день свои доклады представили ряд ведущих специалистов, в том числе специалист из Мексики Хорхи Анчита. Спасибо всем, кто присутствовал на данной конференции. Я являюсь одним из ведущих специалистов в области добычи тяжелой нефти и индустриальным партнером АО «Зарубежнефть», с которым КФУ давно и успешно сотрудничает. На второй и третий день запланированы выступления молодых ученых, которые расскажут о своих разработках. Напомним, Международная конференция каталитического обновления тяжелой нефти проходит в стенах института с 24 по 26 ноября. Отметим, каталитические технологии добычи и переработки тяжелой нефти стали главной темой форума «Раскатались» этой осенью в Казани. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Представители Казанского Федерального Университета участвуют в заседании группы «Россия – Исламский мир». Мероприятие проходит в Саудовской Аравии в городе Джида. На ежегодном заседании обсуждаются вопросы взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами в плане торгово-экономических связей и межрелигиозного диалога. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета прошла Республиканская Олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечатнику Ивану Федорову. Олимпиада проводится с целью повышения познавательного интереса студентов к русскому языку, русской культуре, истории русского письма и книгопечатания в России. «После того, как наши участники завершат выполнение заданий и напишут ответы на вопросы, члены жюри приступают к проверке. И по результатам работы членов жюри будут подведены итоги. Мы выявляем победителей по каждой категории отдельно и призеров. Победители-призеры обязательно будут награждены дипломами и подарочными сертификатами книжного магазина». В культурно-спортивном комплексе УНИКС Казанского Федерального Университета состоялась всероссийская акция «Время карьеры». О том, как это было, в нашем сюжете. В культурно-спортивном комплексе УНИКС Казанского Федерального Университета состоялась всероссийская акция «Время карьеры». Это проект президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Организатором данного мероприятия выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Это карьерное событие, карьерное мероприятие, которое собирает в себе большое количество блоков и площадок. Первое и самое главное – это стендовая выставка работодателей, которая проводится как раз на всех этажах концертного зала КСК КФУ «Унипс». Цель проекта – это знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи работодатель-студент. Формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам. Содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников. А также создание условий для развития их компетенций и конкурентноспособности с содействием компаниям в подборе кадров. Если кратко говорить о том, кого мы ищем, мы ищем талантливых разработчиков, CC++ разработка. Пока у нас компания Huawei в Казани представлена одним бизнес-юнитом – это Data.com. И наш проект называется Network Protocol Stack. Соответственно, это все, что связано с сетевыми протоколами. Впервые акция состоялась в ноябре 2020 года. В нее вошли ярмарка, вакансии, виртуальные выставки работодателей, экспресс-собеседования, а также полезные мастер-классы обо всех этапах трудоустройства для соискателей без опыта работы. Всероссийская акция стала ежегодной. В 2021 году к карьерным событиям присоединились новые города. Прорабатываются и новые интерактивные форматы взаимодействия молодежи с работодателями. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В среднеобщеобразовательной татарской русской школе номер 48 с углубленным изучением отдельных предметов состоялся международный научно-методический круглый стол. Подробнее в нашем следующем сюжете. В огромном мультикультурном мире актуальность подобных мероприятий не требует веских доказательств. Общие традиции, мечты и стремления объединили все этносы на международном круглом столе под названием содержание и технологии работы педагога в поликультурной образовательной среде. Мы живем в республике Татарстан, где проживает очень много народов, различных народностей и говорящих на разных языках, в которых разная культура, разные традиции, обычаи. И в школах республики Татарстан тоже в настоящее время обучаются ученики, которые относятся к разным культурам. В программе мероприятия несколько докладов от представителей Казанского федерального университета, работающих в поликультурной сфере. Организаторы круглого стола утверждают, что одной из главных целей является возможность воочию увидеть, как российские ученики приобщаются к культурам народов мира. У Института психологии и образования есть ряд очень интересных проектов в контексте заявленной темы. Например, школьный климат в контексте культурного разнообразия, адаптация детей на фонах, рискоориентированная подготовка педагогов. Это Тедди Бер, это знаменитая ученика. Безусловно, сегодняшняя конференция подтверждает необходимость введения данной работы в области поликультуры, мультикультуры, кросс-культуры. Национальный состав 48-й школы очень разнообразен. Здесь учатся 50% татар, а также дети из Узбекистана, Казахстана, Чувашии и других республик. Живем мы одной дружной семьей, как в советские добрые времена. Дети толерантны по отношению друг к другу, к культуре, к каким-то традициям. Это не только уникальная возможность соединить теоретиков и практиков, но и сопоставить образовательные системы разных стран. В ближайшей перспективе рассматривается возможность организовать большее количество экспериментальных площадок в подобных поликультурных школах. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась научно-образовательная конференция «Медиа и власть. Власть – медиа». В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО. Например, Леонид Толчинский представил доклад на тему «Проблемы доверия к СМИ у населения современной России». Также в ходе мероприятия поднимались вопросы, как формировать вкус и собственное мнение, в чем заключается роль человека, личности, специалиста и каким должен быть сам специалист. И в этом смысле неограниченная власть медиа, безусловно, и тут чего возражать и спорить. Мы все находимся под влиянием этого. И вот даже здесь, в зале, люди одновременно слушают меня, занимаются работой в гаджетах, что они там делают, они потребляют контент, либо передают кому-то контент сейчас. На этом все. В студии была Александра Шестакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова